Всем привет! Так получилось, что мне в руки попало несколько юбилейных, достаточно редких инструментов от Leatherman. Хочу их показать. Это будет очень короткий обзор, потому что история этих инструментов мне по большому счету неизвестна. Просто поделюсь впечатлением от красивых, интересных и достаточно редких вещей. Ко мне попал в руки вот такой вот инструмент, выпущенный на 20-летие компании Leatherman. Она была основана в 1983 году. Тоже Wave. И вот так вот он оформлен. Достаточно, я считаю, интересно. Довольно давно это все было. 20 лет. Вот такой вот памятный логотип. Несколько слов хочу сказать о том, как работает вообще инструмент. Этот инструмент открывается он намного мягче и фиксируется намного четче, чем вот этот мой. Прямо вот на всех доворотах есть такие щелчочки. Но с другой стороны у него какой-то есть такой в закрытом состоянии не очень приятный люфт. Но в открытом состоянии этот люфт практически убирается. И по своей динамике складывания-раскладывания он несколько отличается от обычного, привычного мне Wave. И на всех клинках вот такая вот штамповка какая-то здесь. Вот она. Видите, выдавлено. На этом и на этом. Здесь отсутствует. Так, как немного отличается и форма, в общем-то, клинка. Вот в такой коробке мне его принесли. Такой интересный дизайн. Такая старая-старая потертая коробка. Достойна вашего внимания, мне кажется. Вот в таком чехле он был. Ну, ничего особенного. Но все-таки чехол тоже немножко отличается от тех, которые сейчас. Следующий инструмент, который я хочу показать, это вот такой вот Wave. Он на 25-ю годовщину выпущен. Вот с такой вот гравировкой. Ну, по динамике он вообще ничем не отличается от моего обычного. И по форме клиночка тоже видно, да, что он точно такой же. Безусловно, гвоздем сегодняшнего показа является вот такой вот Charge. Юбилейный на 25-ю годовщину. Номер 508 из 999 выпущенных. Ограниченная серия в таком футляре. Не скажу, что футляр какой-то очень шикарный. Нет. Но шикарный сам инструмент. Накладки выполнены из серебра на этом инструменте. Такая некая потертость присутствует. Ну, вот авторские накладочки из настоящего серебра. То есть, ну, он такой, наверное, можно уже сказать, полу-ювелирное изделие. Вот тут имя автора. Какой-то логотип, видимо, его 925. Наверное, это проба серебра. Точно не могу сказать. Вот тут номер. Это парадная сторона накладок. Это обратная сторона. Все остальное достаточно стандартно и, в общем-то, ничем не удивляет и не поражает. Ну, кроме материала накладок самих. Клиночек стандартный. S30V. Ничего. Никаких модификаций больше здесь нет. Вот такой вот чудесный инструмент. Я так понимаю, что достаточно дорогой. И, в общем-то, весьма редкий. Если учесть, что серия 1000 штук была выпущена. Такой памятный жетон или значок 25 лет. Вот волшебный ларец закрывается. Понятно, что практической ценности для пользователя обычного эти инструменты не представляют. Но они представляют достаточно большую ценность для кликационеров, для любителей. Если было интересно, ставьте лайк. Большое спасибо за просмотр. Пока. До следующих обзоров. Субтитры подогнал «Симон»